Каким должен быть заголовок? Как вы думаете, через какое время пользователь, зашедший на ваш сайт, поймет, оставаться ему у вас, чтобы почитать, посмотреть, послушать что-нибудь, или сразу же уйти, нервно кликнув мышкой? По статистике, человеку достаточно 5 секунд, чтобы определить, полезной ему будет информация, на которую наткнулся, или посещение этого сайта абсолютно бесполезно. Всего 5 секунд. А что он может прочесть за 5 секунд? Конечно же, заголовок. Почти все 100% пользователей в первую очередь читают заголовок. Лишь немногие могут прочитать сразу весь абзац. Надо быть Лениным или ему подобным, который, как известно, читал с трофами. Так быстро, что глотал книги буквально. Среднестатистический пользователь компьютером, как правило, по заголовку определяет, будет он читать саму статью или, не увидев в ключевой фразе никакого интереса, подумает что-нибудь нелицеприятное, а в авторе пойдет листать ленту поисковой выдачи дальше. А чтобы статья и видеозаписи какого-либо обращения вызвали неподдельный интерес, нужно тоже применять некоторые правила в написании текстов для интернета, как я уже говорила. Мы их позаимствуем у журналистов, и об этом на следующем занятии. До встречи в следующих уроках!